Доброе утро, мои дорогие зрители, подписчики, гости канала. Большое спасибо моим подписчикам и в одноклассниках, которые делятся в соцсетях моими роликами. Большое спасибо девочкам ВКонтакте в группе. Огромное-огромное спасибо за поддержку. И за то, что делитесь с моими роликами в соцсетях. Продолжаем подготовку к Новому году. Подписывайтесь на канал. Делитесь в соцсетях. Позвины Мила Бали в ВКонтакте и в Инстаграме. Пожалуйста, подписывайтесь. И давайте смотреть подготовку к новым мышам. У меня заказ на цветных мышек. Естественно, я хотела с вами очень поделиться. Поэтому, пожалуйста, давайте начнем. Что нам понадобится на этот раз? Как и в первом видео про мышей. Бежевый гипюр. Атласная ткань. И в этот раз у меня, посмотрите, какая шикарная. Черная гипюровая ткань. Даже не передает, насколько она шикарная. Это будут мальчики, это будут девочки. Есть у меня синтепон, есть еще холофайбер. Естественно, понадобятся иголочки для скалывания. Вот такая игольница. Кто хочет, посмотрите, есть у меня, как я делала эти игольницы. Ну и, собственно говоря, ножницы. И швейная машинка можно руками. Все, поехали делать. Ну, показывай, что ты хочешь, помощница. Показывай. Обиделась, стоит. Она думает, это я для нее тут расстелила. Я зрителям показываю, из чего мы будем делать мышек в этот раз. Ну, что ты смотришь? Обиделась. Это не уже чудо. Значит, смотрите, у меня вот такие выкройки. Меня просили, размеры указывают. По стороне радиус 20 сантиметров. Выбираю кусочек, скалываю, смотрите, кружево сосновой. Потом вот таким образом, наложением, я продвигаю, продвигаю. И, ну, насколько мне хватает куска. Конечно, максимально, чем максимально больше ваш будет кусок для мышки, тем мышка будет толще. Потом эту заготовку нужно прострочить. Я сейчас скалю. Я сначала скалываю заготовку, потом передкрою. А потом уже вот так вот скалываю. Делается строчка только по одной вот этой части. Эта часть собирается вручную. Выворачивается, собирается вручную. Уживо разные мышки будут у меня разные. Уживо-разные мышки будут у меня разные. Так, и ушки. Ушка вот такого размера. Длина 7, по самой длинной стороне ширина, по самой широкой стороне 6. Вы можете немного на свое усмотрение сделать. Потом, когда вшивается, вот эта часть где-то уходит. На кусочки обвожу выкройку ушка. И я сразу не вырезаю его. Я сначала прокладываю ровную строчку. Потом по этой ровной строчке я делаю строчку зигзаг. Такую достаточно плотную. И только тогда, когда уже зигзаг сделан, я вырезаю, выворачиваю. И получается вот такое ушко. Заутюживаю хорошенько. Собираю у основания, собираю нижнюю часть, набиваю холофайбером и стягиваю. Когда вот такая заготовка уже готова и ушки, мы берем и со стороны шва пришиваем наши ушки. Пришила я ушки. Ничего сложного, просто аккуратненько пришить каждое ушко. Мне осталось приклеить глазки, носики, прошить усики, бабочки, бантики и хвостики. Как я делаю хвостики? Я просто на проволоку накручиваю кусочек, полоску, узкую полоску кружева. Можно ленты, посмотрю. Если закончится, буду ленту, с которой делаю бантик, буду обматывать хвостики, подумаю. Или порежу кружево. Просто это должна быть длинная, сплошная полосочка, чтобы не стыковать. И все, просто он здесь один край туда вставлен, в краешек приклеен. И потом слегка я, видите, вот прошивала, закрепила. Бантик пришивала, слегка сделала утяжечку на ротик и сделала утяжечку вот тут на лапке. Бантики прихвачены, глазки и носики просто приклеены. Такие плоские пипочки. Чуть не забыла пришивать усы, усы хочу длинные. Надеюсь, видно. Я продеваю в обратную сторону и в обратную. Все, таким образом хорошо держится. Отрезаю. Я не завязываю ни узелка, никаких закрепок не ставлю. С одной стороны я оставляю ниточки. И потом в обратную сторону. И все. И отрезаю. Можно оставить по 4 усика, можно сделать по 6. Ну вот, теперь мышка с усиками. Эту чуть не забыла. Ну вот, все. Со своими мышами в этом году я, надеюсь, закончила. Очень надеюсь, что вам понравился вариант цветовой гаммы мышей. Все, продолжаем творить что-нибудь новенькое. Ждите новинки. Подписывайтесь. Мило боли, не забывайте. В инстаграме и вконтакте. Всех жду, всех люблю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok